МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И скоро, буквально через несколько дней, состоится показ спектакля. Об этом поговорим обязательно сегодня в нашем интервью. Но сначала мне бы хотелось поздравить вас с юбилеем. 10 лет исполнилось осенью 2020 года театральной студии. К сожалению, пандемия не дала возможности широко отпраздновать это событие. Я знаю, что вы его перенесли. Но так рассказывайте, когда же будете принимать поздравления с таким уже весомым юбилеем? Мы задумались об этом в прошлом году, когда мы поняли, что 10 лет. Вот так они принеслись очень быстро. Но только наши выпускники дают нам понять, что это было 10 лет, потому что ребята уходят, становятся студентами, всегда приходят к нам в гости. И приходят новые, талантливые, замечательные, яркие, но есть очень преданные, которые растут в студии. Мы об этих расскажем детях. И это так здорово. Они растут. Которые пришли малышами. Которые пришли малышами. Это не то слово даже, какими малышами пришли. Об этом расскажет сама Ирочка Кузь, которая сидит рядом со мной. Потому что это очень трогательно. И Наденька Пилипповичус, и Глеб Кулагин. Это просто наши дети. Они выросли на наших глазах. Мало того, у них появились еще другие таланты. Потому что Надя с Глебом еще прекрасно поют. И все это обнаружилось в студии, когда они напевали какие-то, намурлыки были какие-то, песенки из ролей. Вот. Ну что, за это время сделано очень много спектаклей. Сначала ребятишки подрастали. Мы отрывки играли. Отрывки из разных произведений. Классики. Русской, отечественной классики. Вот. Современные какие-то. Очень много стихов читали разные ребятишки. А потом начались спектакли. И вот в этом году у нас очень интересная история. Два спектакля, которые мы, собственно, сыграли. Знаете, что такое? Вы очень хорошо, Мария Юрьевна, знаете, что такое для папы-мам. Когда приглашается только очень узкий круг. Вот. Для узкого круга. Когда разрешали небольшие посещения, рассадку в зале, мы сыграли для папы-мам две премьеры. Это «Золотой ключик». «Золотой ключик» Алексея Толстого. Но мы обнаружили, что вот как раз в 20-м году был юбилей Карла Колоди, который написал «Приключения Пиноккио». И тогда Ирина Валерьевна, которая это навеяла, то, что это итальянское произведение, включила в наш спектакль много итальянской музыки. Ну вот, увидеть и услышать это. А у Мольера, который мы играем со старшими ребятами, это Мещанин во дворянстве, другая история. Мы играем его спустя пять лет. Это невероятное что-то. Мы когда начали думать об этом, поняли, что те, кто играл, они уже студенты третьих курсов. Разных вузов, но и театральных тоже. Но подросла достойная смена. Подросла достойная смена. Главное, скромная. Да, да, да. Подросла достойная смена. Ну, если бы мы, например, наверное, в юбилейном концерте, который мы хотим сделать в конце апреля или начале мая, как он, мы сейчас готовим его. Мы покажем кусочек из спектакля, где Глеб Кулагин играл поваренка. Он прислуживал, помогал господину Журдену. А сейчас он играет одну из главных ролей, о которых он, конечно, расскажет. Вот так складывается наша история. Но вы знаете, что я еще хочу сказать? Я еще хочу сказать, что в эти дни, я столкнулась с таким трогательным явлением, мы уже много лет приглашаем к нам разные наши организации. Они называются «Семья», «Надежда», «Много нас», «Семейный дом». И вот к нам приходят, и когда, если посмотреть перед началом спектакля на наш зал, то лежат таблички «Надежда», «Моя семья», «Много нас». И звонят, и звонили, раньше звонят. Ивановы – 15 человек, там Сидоровы – 18 человек. Господи, хватило бы мест в зале. И вы знаете, ну, конечно, в эти год мы как бы молчали, получилось. И когда я вот в эти дни начала звонить, это такая радость, как будто мы нашли, опять вернулись к старым друзьям. Конечно, конечно. А сколько человек? А когда вам списки прислать, понимаете? Все скучают и ждут нетерпением, конечно же, встречи с актерами. Актеры ждут встречи со зрителем, зрители ждут эмоций от актеров. Ну и мы волнуемся, соответственно. Конечно, мы волнуемся, потому что всегда выход перед уже такой публикой, которая, когда звучит три звонка в зале, это уже выход на публику. Вот. И, ну, надеюсь, что наша публика нас вспомнит и оценит. Ирина, мне хотелось бы, чтобы вы взяли микрофон и подхватили Наталью Валерьевну, продолжили. Как в этом году будете отмечать День театра? Какими спектаклями? Что ждет зрителей? В какое время? Когда можно прийти? И можно ли? Можно. Можно и нужно. Мы будем отмечать День театра международный 27 числа. Мы отмечаем по традиции всегда воскресный день, поэтому 28 числа в 12 часов дня у нас будет первая премьера. Это «Золотой ключик» Алексея Николаевича Толстого пьеса. Вот будет играть наша младшая группа театра. А вечером, в 6 часов вечера, мы приглашаем на премьеру Мольера «Мещанин во дворянстве». Это будет играть наша старшая группа театра. Вот некоторые представители, особо выдающиеся, сегодня здесь присутствуют. Мы, конечно, очень ждем этой встречи, потому что играли только для пап и мам. Но папа и мамы такие, это всегда снисходительная публика, всегда, так сказать, делают, понятно, да, то есть, как бы, какие-то огрехи могут простить. Тут уже придет публика, так сказать, реальная. Вот, гости, друзья, мы с удовольствием всех приглашаем. И уже такая ответственность у всех, да, ребят, легкое волнение. Но я надеюсь, что они с этим справятся, с волнением и милости просим. Я хочу сказать несколько слов о спектакле, вот о утреннем, о 12-часовом, о золотом ключике. Это у нас вообще по традиции, мы очень любим делать музыкальные спектакли. Ну, естественно, это всегда... Вот именно так открываются таланты, и именно благодаря музыкальным спектаклям в том числе открылся талант у Глеба, у Надежды, которые теперь профессионально занимаются вокалом и уже спокойно берут в руки микрофон и поют. А у нас еще в нашей младшей группе замечательные таланты. У нас и Ирочка Козья поет, это наш Буратино. Вот такой неожиданный выбор, она потом сама расскажет, это было и ее желание. И все безоговорочно, когда был кастинг, то ребята определили, Буратино, именно ей играть эту роль. Вот. Это вот здесь присутствует Анечка Верховодова. Она у нас прекрасно поет, и она играет несколько ролей в этом спектакле. Она играет роль коварной лисы Алисы и играет еще фею. Вот. В «Лисе Алисе» она тоже там поет. И у нас еще есть Карабас-Барабас. Он, правда, в спектакле не поет, но если надо, он у нас запоет. Вот. Много музыки итальянской, много музыки, естественно, Алексея Рыбникова, потому что это классика. В общем, уже, да, жанр, все знают эту музыку из кинофильма. Но мы взяли за основу пьесу, которая написана Алексеем Николаевичем Толстым для театра. Впервые эта пьеса была написана в 36-м, да, Наталья Валенкова, если я не ошибаюсь? Вообще написана. Да. Нет, у него была сказка, была книга, а потом он сделал для спектакля Натальи Сац, для театра Натальи Сац пьесу. Вот мы ее взяли за основу, она огромная, мы ее немножечко сократили, чтобы она уже, так сказать, современно адаптировали к современным реалиям, да. И у нас где-то час 15-20 идет спектакль без антракта. Ну, я думаю, что никто не успеет устать, и только наоборот, когда вот мы играли для папы-мам, то, так сказать, легкое недоумение было. В зале как же, все закончилось, а дальше можно уже уходить. На продолжение. На продолжение. Вот так вот. Я тогда предлагаю сейчас включиться в разговор Ирины, которая играет роль Буратино. Ира, держи микрофон, у тебя в руках тот самый заветный золотой ключик, ты его так нежно держишь, с таким трепетом. Ну, расскажи, почему ты захотела играть эту роль и приложила максимум усилий, чтобы именно тебя и группа, и режиссеры одобрили именно твою кандидатуру? Когда мы рассматриваем новый спектакль, у нас, для нас стоит задача подыскать то, чтобы подошло именно нам. Мне очень понравилась эта роль, она веселая, активная, немножечко со своим характером. Ну, веселый Буратино, да? Просто интересно. Как ты вживалась в эту роль? Потому что мне кажется, ты такая очень воспитанная, скромная девочка, которая никогда не обманывает родителей. Долго работала над ролью? Нет, мне почему-то показалось, что наши репетиции проходят очень быстро, особенно в самом начале. Вживаться в эту роль было не тяжело. Быть задорным, веселым – это естественные вещи. Которые близки тебе, да? Поэтому, наверное, так было просто, легко работать с этой ролью. Для меня, наоборот, тяжелее играть роль, где ты являешься либо отрицательным персонажем, либо более спокойным. Сколько лет ты уже в театре? И что для тебя? Театральная студия, дебют. Ириша? Витера. Я занимаюсь в этой студии с пяти лет. На данный момент мне двенадцать. Семь лет? Я семь лет занимаюсь. Большую часть своей жизни ты в театре. Да. Что для тебя значит «Золотой ключик» и с каким чувством сейчас готовитесь вместе с ребятами к премьере спектакля «Золотой ключик», который состоится 28 марта в 12 часов на сцене детской школы искусств классика? Золотой ключик, прежде всего, это предмет, вокруг которого вертится весь сюжет. Даже пьесу назвали «Золотой ключик». Неспроста. Для героев очень важно найти этот ключик впервые Карабаса-Барабаса раньше, чтобы, наконец-таки, познать счастье. Ну, давай узнаем, почему же Карабас-Барабас? Держи, Денис, микрофон. Такой ключик свободы. Ключик свободы, так тоже пытался завоевать. И что ж так жестоко обращался с куклами. Денис, несколько слов о своей роли. Карабас-Барабас – отрицательная роль. Было включиться в роль очень легко, потому что отрицательных персонажей играть весело. Тебе нравится, да? Да. Намного интереснее, чем положительных. Потому что положительных там какая-то суета. Ну, потому что у отрицательных персонажей всегда есть характер. Такой. Крич, тряпичное время. От рук стали отбиваться. Чуть что, шепот, ропот. Виноват во всем, проклятый Буратино. Придется с ним расстаться. Не по-хорошему, а по-плохому. Пробыл в мастерской только одну ночь, и куклы уже начинают дерзко разговаривать. Извольте видеть, я их плохо кормлю. Я их заставляю много работать. А ну-ка все, чем шептаться по углам? Давайте репетицию! Что для тебя, как для Карабаса-Барабаса, значил золотой ключик? Золотой ключик – это признак богатства. Над Карабасом-Барабасом правит алочность. И вот этот золотой ключик, ему нужен был очень сильно, чтобы разбогатеть и стать богатым. Денис, каким чувством ждешь премьеры спектакля? Ну, положительный. Почему? Нет. Потому что зрители получат удовольствие. Посмотрят актеры тоже. Ну, соскучились вы по сцене и зрителям? Соскучились? Да. С декабря вон не играли уже. То есть есть, что показать и чем удивить. Передавай микрофон Алисе. Лисе, Алисе. Анна. Давай знакомиться. Расскажи о своем персонаже. Ну, вообще, с самого начала, когда мы только-только начинали читать пьесу, можно сказать, знакомиться с ней, то с самого начала мне понравился персонаж Лиса Алиса. И я сразу же захотела ее играть. Почему? Потому что этот персонаж хитрый и отрицательный. И я согласна с Денисом, что отрицательных персонажей играть интереснее, чем положительных. Бедненький, несчастненький, буратино. Это мы, твои верные друзья. Алиса, Василию. Верные друзья. Как вы меня нашли? Земля полнится. Мы узнали, что на тебя напали разбойники. Узнали, как тебя здесь мучают несправедливо. Здесь-то мучают. Анечка, что для тебя театр? 27 марта отмечается Всемирный день театра. Вот что для тебя театральная студия? Сколько лет ты здесь занимаешься? Я здесь занимаюсь три с половиной года или даже уже четвертый год. Мне все нравится. Я очень жду премьеры нашего спектакля. Когда придут настоящие зрители. И не только родители, а реально незнакомые люди, которые увидят наш спектакль и будут смотреть его с удовольствием. Наталья Валерьевна, приятно слушать, насколько дети спокойно, легко отвечают на вопросы, как они держатся. Действительно, все те занятия, все те годы и весь тот труд, который вы вместе с Ириной вкладывали в них, он не напросен? Он не напросен, безусловно, потому что, вы знаете, что самое главное, к чему мы стремимся, это сохранить их естество. То есть, когда они играют даже отрицательные роли, положительные роли, мы все равно хотим, чтобы они свои лучшие качества, какие есть у них, чувство юмора, пластичность, это развивали, это и у них еще что хорошо, у них замечательная атмосфера всегда в группе. Они радуются, когда видят друг друга. Для них, мне кажется, для ребят, при теперешней сложной жизни, ритм жизни сложный, суровый, суровый в школе, как дисциплина, все. Вот это такой островок счастья, когда они приходят и растворяются в общении друг с другом, просто растворяются, получают удовольствие от того, что видят друг друга. Ну и, конечно, когда они выходят на сцену, включается немножечко другой жесткий такой, знаете, стиль, но они это, они понимают почему. Потому что огромная работа. Что такое самодеятельный театр? Это же и постановщики, постановщики, это что, мебель таскать? Спасибо нашему хорошему художнику по свету, который делает волшебный свет во время перестановок. Но это делают сами дети. Вот, и они делают, и потом дальше опять включаются в работу. Так что они у нас универсальные. Универсальные солдаты, которые со всем справляются блестяще. 28 марта состоится еще одна премьера, это будет Мольер сыгран. Вот вы довольны той работой, которую проделали ребята? Ну, я очень довольна этой работой, потому что мы немножечко его видоизменили. Там много, там и танцевальные номера есть, и они поют. Это очень смешное, такая преамбула, значит, вот вообще к самой фаволи спектакля. И еще хочу сказать об отсутствующем здесь главном герое Журдене. Это замечательный наш ученик, он уже студент. Марк Петухов, прекрасный, он учится в православном университете, он будущий историк. Но он настолько любит театр, он настолько предан ему, что он не мог уйти из коллектива. И мы не могли отказать ему в том, чтобы он не сыграл главную роль. Представляете, у нас Журден взрослый. Он взрослый такой. На втором курсе у нас Марк, на втором курсе уже учится, не уходит, и мы очень рады. Это мы вообще, наши выпускники потихонечку так внедряются, внедряются и приходят к нам на спектакли. Мы этому рады. Но я думаю, что вот наши уже тоже опытные детки расскажут о своих и ролях, и об атмосфере в своей группе. Я как человек, который, как бы это иронично не звучало, уже знаком с кухней этой комедии, я играл уже одного из поварят. Когда был маленький? Да, это лет пять назад было, мне было десять-девять лет где-то столько. И я уже тогда предугадывал, что мы будем играть эту комедию. А какую роль тогда хотел? Вот кому ты завидовал больше всего? Завидовал? Честно? Честно, сначала я завидовал главному герою. Зурдену. Ну, всегда хотел сыграть главные роли. А потом, когда я когда-то, когда-то я сыграл советника в «Снежной королеве», и я подумал, ой, зачем? Отрицательных персонажей, правда, очень интересно играть. Но в Мольере, в этой пьесе нету понятия добра и зла. Там есть дурак, которого все обманывают. И все вокруг, наоборот, хитрые и умные. И поэтому сыграть хитрого и умного, это тоже интересно. И когда я узнал о своей роли, насколько она разнообразная, это очень здорово. Он смешной, он озорной. Играя Кавьеля, это слуга Клеонта, это его хозяин. И на самом деле Клеонт и Кавьель, это такая контрастная пара, которая держится на вот этой антитезе, потому что абсолютно два разных характера. Плут и благородный принц, назовем его так. Очень часто в литературе, в комедии встречаются, когда два абсолютно разных образа дружат. Амбузакима Кебараф Джурдина, все молейки. Он говорит, господин Джурдин, да цветет ваше сердце круглый год, будто розовый пуст. Это не так изысково рожаловаться. Сын туристного султана делает мне величайшую честь. Я все свои страны желаю ему всяческого благополучия. Он говорит, чтобы вы следовали за ним и начали готовиться к церемонии просвещения, а затем отвели его к своей дочери для совершения брачного союза. Это все нормально в трех словах. Да, таков турецкий язык. Слов мало, но сказано много. Вообще, на самом деле, мне очень нравится, что мы играем комедию. Что это не сказка, что это не мелодрама, что это не драма, а вот именно комедия. Потому что, как я считаю, что человек без юмора, это как дом без входа. Потому что к человеку не подойдешь, если человек не понимает юмора, если он не умеет шутить. Что для тебя театр, Глеб? Театр? Мне кажется, что театр, это как раз-таки дом, где есть вход. Там, где... И не только вход. Да, и окна, и двери, и все. Медамент, и крыша, да? Потому что очень универсальное место. Там, где искусство объединяется. Где и музыка, и, да, пластика, речь, даже художество, если мы говорим о декорациях, говорим о костюмах. Это же, это завод, у которого есть очень много цехов. Наденька, ты тоже много лет занимаешься в театре, очень частый гость наших программ. Расскажи, в этот раз над какой ролью трудилась ты? Я трудилась над двумя ролями. Одна из них это Маркиза, а вторая это госпожа Журден. Изначально я планировала играть только Маркизу, потому что за 10 лет моей творческой деятельности в нашей театральной студии, как бы сказать, я брала на себя тяжелые, но в том же время интересные роли, которые очень интересно анализировать. А тяжелые какие, Надя? Давай, давай, называй прям. В основном я играла отрицательных персонажей, я опять же скажу, что их намного интереснее играть. У них разносторонные личности, их очень интересно анализировать, их поступки. Главное это передать замысел автора через этих персонажей. И самое главное, чаще всего отрицательные герои это как рычаги, которые запускают весь механизм сказки, истории. И спустя очень многих лет долгой работы мне захотелось передохнуть, поэтому я хотела сыграть какую-нибудь простенькую роль, где не нужно в основном много работать, просто светская дама. То есть за 10 лет в театре ты немножко подустала? Да, но потом я засмотрелась на госпожу Жордэн и поняла, что что-то слишком простенькое, этого мало, хочется больше работать, хочется куда-то свой характер личный показать на сцене. Поэтому у нас обычно два состава, и во втором составе я сыграла госпожу Жордэн. Аня, посреди ли тебе в один прекрасный день в школу, чтобы тебя там грозами драли на старости лет? Обе вы не сидите дичь! Не стыдно, что вы такие необразованные! Ну, например, знаешь ли ты, как ты сейчас говоришь? Конечно! Я знаю, что говорю дело, и что тебе пора начать жить по-другому! Я не о том толкую, я спрашиваю, что такое эти слова, которые ты сейчас сказала? Слова-то мои разумные, а вот поведение твое очень даже неразумное! Говорят тебе, я не о том толкую, я вот что спрашиваю, то, что я тебе говорю, вот то, что я тебе сейчас сказал, что это такое? Глупости! Глупости! Вот невежда! Это проза! 27 марта отмечается Всемирный день театра. Вот что бы ты пожелала всем тем, кто только задумывается над тем, а не пойти ли в театральную студию? Скорее не пожелать, а посоветовать, обязательно это попробовать, потому что действительно попытка это не пытка, это просто основа основ, там и хореография, и музыка, и вокал, и речь, и пластика, это абсолютно все! Все то, что в жизни пригодится, точно, да? Да, и как бы попробовать себя в деятельности актера, можно открыть много других разных талантов, и это может стать местом, где начнется твое будущее. Но твое будущее начинается именно здесь и сейчас. Кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Я собираюсь связать свою жизнь одновременно с вокалами, одновременно с актерским мастерством. Я немножечко добавлю к ролям Нади вот в этом спектакле. Она не только госпожа Жорден в одном составе, и Маркиза Прекрасная в другом составе. Она еще исполняет роль певицы, вот об этом забыли сказать, как раз вот оперная дива в гостях у господина Жордена. И да я наполюсь, меня страданье ходит, я бы строгий встал, против того острый меч. Когда вы мочите, там он нас на любви, коль мы страшны тому, не уж сумею навлечь. Это то блестящее будущее, которое ждет надежды. А мы будем с удовольствием ходить, когда ты вырастешь, станешь оперной дивой на твои премьеры. Надеюсь, ты нас пригласишь. Папами и мамами. Мы будем теми, да, папами и мамами. Мы тебя ловим на слове. Не даю? Да, можно Ивану передать микрофон. Расскажи, пожалуйста, про свою роль, кого играешь ты, как над этим работал. В спектакле «Мещанин во дворянстве» я играю Клеонта. Это молодой человек, состоявшийся в жизни, который имеет, в принципе, некоторые амбиции и который по сюжету хочет стать женихом дочери господина Журдена. Чтобы добиться своей цели, ему помогает его слуга. И действительно, как сказал мой напарник Глеб, на взаимоотношениях слуги и хозяина строится действительно значительная часть сюжета на вот этой антитезе. И невозможно представить одного героя без другого. Как поступать так со своим поклонником, да еще и самым верным и самым страстным из поклонников? Ужас! Как знали обоим и здесь обошлись? Я расточаю ей весь свой пыл и всю нежность, на какие я только способен. Я говорю лишь о ней, думаю только о ней. И вот достойная награда за эту преданность. Два дня не виделись мы с нею. Вот, наконец, негаданная встреча. И что же? Неверная не смотрит на меня. Наталья Валерьевна, давайте еще раз напомним нашим зрителям, когда вы ждете их на премьеру спектакля. Дорогие наши друзья, дорогие наши зрители, мы ждем вас на две премьеры. 28 марта, в знаменовании, как мы принято иногда так говорить, Международного дня театра, мы показываем две премьеры. Для младших наших зрителей «Золотой ключик» в 12 часов дня, и для старших, и родителей, и детей, «Мещанин» во дворянстве, «Мольера», ждем вас к нам в гости. А мы еще раз вас поздравляем с Международным днем театра, желаем вам творческого вдохновения и полета души. Вы смотрели специальное интервью, оставайтесь на нашем канале. До свидания.